Казахстан В Таджикистане тяжелая жара. В общественном транспорте необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, но на практике этого сделать невозможно. Пассажиры собираются на остановке и превращаются в толпу. О соблюдении дистанции речи не идет. Кыргызстанский Минкульт хочет продлить лицензию навещания двум российским телеканалам. Первому и России РТР. К тому же им планируют разрешить собирать местную рекламу, что может погубить местный телерынок. Двину и долю средств забирают именно производство контента. Другие телеканалы, не затрачивая ни копейки на производство контента на госязыке и местного контента, будут зарабатывать на нашем рынке. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в Бишкекской студии. Я Шавка Тургаев. Здравствуйте. Начинаем с Казахстана. Там резко выросло число заразившихся коронавирусом. Медики предупреждают, если люди и дальше будут пренебрегать рекомендациями медиков, мест в больницах может не хватить. И тогда ситуация может развиваться по итальянскому сценарию. На прямую связь с нами выходит наш корреспондент Валматы Шолпан Разбекова. Шолпан, привет. Насколько серьезная ситуация в стране? Привет, Шавкат. Но прежде всего начну с новостью о том, что теперь самоизолировался и спикер Нижней палаты парламента Нурлан Нигматуллин. У него диагностировали бессимптомный коронавирус. Поэтому сегодняшнее пленарное заседание провел его заместитель. И вот уже на этом заседании депутаты предложили ввести карантин на национальном уровне. Народный избранник Мироэр Казбекова отметила, что именно с послаблением карантина резко вырос уровень заболеваемости. И вследствие чего появился дефицит больничных мест и тестов на коронавирус. Поступают жалобы об отказах в госпитализации, невыполнении процедур в переполненных провизорных центрах, нехватку средств защиты для медработников. Заверения Минздрава о том, что все в среднем по стране мест в клиниках и защитной гиперовки хватает, вызывает только критику. Потому что чиновники ссылаются на статистику, а люди сталкиваются с конкретными ситуациями. А что говорят чиновники Минздрава по поводу роста заболеваемости? По поводу непростой ситуации высказался Касым Жомар Тукаев. Он заявил, что вся эта ситуация под контролем у правительства и завтра. Но огласит меры по стабилизации эпидемиологической ситуации. Поэтому, скорее всего, эта неделя завершится с новыми правилами. Тревожные данные озвучила и глава столичного горздрава. По ее словам, на данный момент уже 90% мест в стационарах заняты. Если люди будут так же халатно относиться к правилам карантина, то, скорее всего, больничных мест на всех точно не хватит. Отмечу, что буквально вчера временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Ляза Токтаева отрицала тревожную ситуацию и дефицит больничных мест. Если с начала года, текущего года, в среднем поступало 5 пациентов с пневмонией, то, начиная с июня месяцев, в среднем количество поступающих обращений достигло 500 человек. И причем каждый второй с клиникой с признаками пневмонии. Добавлю, что такое положение не только в Нур-Султане, но и в других городах. И тому свидетельствуют истории казахстанцев в группе «Приемный покой» в Фейсбуке, где люди рассказывают, через что им приходится пройти, прежде чем их госпитализировать с высокой температурой. И некоторые истории, я сама лично прочитала несколько историй, и они начинаются с таких слов, как «Наверное, это мое последнее письмо». Одна женщина назвала свое обращение как «История коронованной особы». И вот там в своих историях люди рассказывают, как сложно достучаться до участковых врачей, вызвать скорую помощь и тем более сдать тесты на коронавирус. Сегодня стало известно, что в одном из районов Алматинской области произошел конфликт. Уже известна причина конфликта и есть ли жертвы? Да, конфликт произошел в уйгурском районе Алматинской области, но чиновники региона категорически отрицают межнациональный конфликт. По словам пресс-секретаря пресс-службы области, 10 молодых ребят просто не поделили дорогу, и в результате драки пятеро получили ножевые ранения. Большое спасибо о новостях в Казахстане, рассказал наш корреспондент в Алматы Шолпан Разбеков. Всего доброго, до свидания. Таджикистанцы не соблюдают социальную дистанцию. Одно из основных требований во время эпидемии коронавируса. В большинстве случаев это происходит не по их вине. Часто они делают это вынужденно. Например, в общественном транспорте, где сохранить нужные расстояния между людьми весьма проблематично. Это происходит из-за того, что власти никак их за это не наказывают, а вот за отсутствие масок уже штрафуют. Продолжит Аншурова Нарипов. За минувшие сутки в Таджикистане, по официальным данным, коронавирусом заразились 64 человека. Но власти по-прежнему не вводят карантин. Поэтому жители могут свободно передвигаться по улицам и ездить в общественном транспорте. Если маски уже носят практически все, то дистанцию друг с другом никто не соблюдает. Но это не беспечность, а вынужденная мера, говорят таджикистанцы. На улице 35-градусная жара, и пешком передвигаться тяжело. Нужно ехать на работу или рынок на автобусе. А из-за того, что общественный транспорт ходит недостаточно часто, жители, пренебрегая правилами безопасности, пытаются поскорее в него забраться. Люди говорят, держать дистанцию смысла нет после того, как проехался в закрытом и тесном автобусе. Душамбинцы настаивают, нужно, чтобы автобусы не стояли подолгу на конечных остановках и курсировали чаще. С таким режимом работы маршрутных автобусов соблюдать дистанцию невозможно. Люди по полчаса ждут здесь автобус номер три. Конечно, пассажиры собираются на остановке и превращаются в толпу. О соблюдении дистанции речи не идёт. Пусть чаще автобусы ходят. Не соблюдаем дистанцию, поверьте. Водители говорят про дистанцию, но все торопятся и опаздывают. Очень много людей подсаживается на маршруте. Это обязанность водителя предупреждать людей и не брать лишних пассажиров. Если бы это был бы закон, его бы соблюдали. Сами водители столичного общественного транспорта объясняют, что предупреждают всех пассажиров. Нельзя набиваться в автобус, но к ним не прислушиваются. В автобусе у меня разметка для соблюдения дистанции, но народу полно, всех мы не остановим. За отсутствие маски штраф, а за несоблюдение дистанции даже не пожурят. Почему власти страны так выборочно притворяют в жизнь рекомендации ВОЗ, в Минздраве объяснить не смогли. В ведомстве признались, что вопрос о наказании за несоблюдение социальной дистанции даже не поднимался. Власти ограничиваются лишь тем, что через СМИ призывают сохранять необходимое расстояние. В каждом сообщении Минздрава, которое транслируется в СМИ и по телевидению, мы несколько раз говорим о соблюдении мер предосторожности, рекомендованных ВОЗ, гигиене, ношении масок и дистанции между людьми. Каждый день наши волонтерские группы выходят в город и проводят беседы с жителями. Власти страны продолжают настаивать. Эпидемия коронавирусной инфекции идет на спад. Это привело к массовому отказу таджикистанцев от самоизоляции. Но многие все же опасаются, что подобные отношения могут привести ко второй волне эпидемии. Ануширон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Еще важные новости из Таджикистана. Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом с 20 июня разрешил проведение свадеб. До 100 гостей торжество можно провести дома или в ресторане с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм. А с 1 июля будут открыты международные рейсы в Дубай и города Узбекистана. Власти России заявили о снижении темпов заболеваемости ковидом-19. Впервые с апреля число заразившихся за сутки упало ниже 8 тысяч человек. По последним данным властей, новых случаев 7 тысяч 843, а общее число заразившихся 550 тысяч. Это тоже официальные данные. В СМИ писали, что российские власти могут занижать статистику по заболеваемости, но чиновники уверяют, темпы распространения коронавируса пошли на спад. И теперь Кремль готовится проводить голосование по поправкам в Конституцию, а также парад победы на Красной площади. Сегодня в Москве пройдет ночная репетиция. Также стало известно, что для участия в параде прибыли военные из 12 стран, из Армении, Белоруссии, Казахстана и Китая. Будут ли они проходить карантин, не сообщается. Сам парад должен пройти 24 июня, но сразу несколько регионов России отказались его проводить. О таком же решении накануне сообщил и глава аннексированного Крыма. Но позже Сергей Аксенов передумал, как сообщили СМИ после разговора с Минобороны. Глава Роспотребнадзора вчера заявила, что ветераны во время парада на Красной площади смогут сидеть без масок, поскольку их места будут находиться через два кресла друг от друга. На каком расстоянии от ветеранов будет находиться президент, главный санитарный врач не уточнил. Отмечу, Владимир Путин с начала эпидемии находится в своей резиденции в Новоагарюеве. Накануне стало известно, что для главы государства там установили специальный туннель, который дезинфицирует всех, кто через него проходит. Кроме этого, все, кто встречается с президентом, предварительно сдают тест на инфекцию. Стоит напомнить, что подобные изобретения уже представили в Таджикистане некоторое время назад. Местный предприниматель Фазлидин Ахмадов тоже разработал дезинфицирующую кабину. Устройство, которое работает в автономном режиме и может быть установлено на входах в рынки, больницы и высотные здания. Человеку достаточно просто зайти в кабину и постоять в ней несколько секунд для дезинфекции с головы до ног. Устройство разработано таким образом, что дезинфекция проходит двумя этапами. Сначала распыляется раствор, состоящий из дистиллированной воды 10% диахлора, 5% спирта и эфирного масла, а следом распыляется другой раствор, состоящий из 6% спирта, глицерина и ароматизатора. По словам Ахмадова, устройство функционирует в автономном режиме и начинает работать, как только кто-то войдет в кабину. Он разработал два вида дезинфицирующих кабин. Крупный аппарат обойдется в 5000 суммани, а формат мини стоит 1500 суммани. В России, по официальным данным, иммунитет коронавируса выявлен у 14%. Тест прошли 650 человек в 46 регионах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Насколько жители России уже защищены от коронавируса и готова ли страна к отмене карантина, разбирался наш московский корреспондент Тимофей Рожанский. В Москве уже сделано несколько сотен тысяч тестов на антитела к коронавирусу. В регионах это число в основном измеряется пока лишь сотнями. Такие тесты позволяют вам узнать, переболели вы уже коронавирусом или еще нет. И, соответственно, есть ли у вас иммунитет к этой болезни. Впрочем, последнее вам не гарантировано, даже если вы уже перенесли болезнь. Антитела вырабатываются на 10-14 день заболевания. Поэтому, чтобы точно понять, не болеете ли вы прямо сейчас, нужно сначала сдать ПЦР-тест на коронавирус. Если это инкубационный период, у человека все еще не будет антитела. Он только встретился с вирусом, он выделяет вирус в открытую среду. Таких тестов в России, по официальным данным, сделано больше 11 миллионов. Подготовиться к тестированию на антитела так же быстро было просто невозможно. Поэтому в России его начали проводить только в апреле. Нужна была подготовительная работа, прохождение лицензирования, реагенты. А ведущие производители вышли на полную мощность только в июне. Сначала нужно было изучить геном вируса, то есть его генетический материал, вот эту инструкцию. И на основе этой инструкции уже можно было сделать как раз ПЦР-исследование. И их ввели. Позже, когда был изучен сам вирус, была изучена изменчивость вируса, были изучены белки, которые входят в состав вируса. В России проведено 650 тысяч тестов на антитела. Это меньше половины 1% населения страны. Но именно на результаты тестирования власти опираются, принимая решения, например, об отмене режима самоизоляции, который в Москве уже не действует. Объем обследования является абсолютно важной составляющей того, что мы снимаем карантин. 12% — это ничто, что в течение популяционной защиты. Что даже эпидемия начинает спадать, когда у вас 30%. В столице тестирование можно пройти в нескольких частных клиниках. Например, в лаборатории «Гемотест». Это обойдется в 1150 рублей. В городской поликлинике — бесплатно. В регионах ситуация гораздо сложнее. И пройти бесплатное тестирование вы пока, скорее всего, не сможете. Тестирование на антитела иммуноглобулины G к вирусу SARS-CoV-2 на тест-системе VectorBest стоит 950 рублей. Вчера у нас провели тестирование на антитела 450 с лишним человек. Накануне это было 293, если я не ошибаюсь. В Новосибирске тест делают 9 медицинских центров. Пока сдали его несколько тысяч человек. Антитела выявлены по 9%. В редких регионах число протестированных превысит 10 тысяч. Не все люди с наличием антител будут иметь защитный титр антител. Необходимы дальнейшие популяционные иммунологические исследования, которые покажут более точно, что с иммунной системой людей, какие особенности клеточного иммунитета, а не только гуморально. То есть даже при такой маленькой выборке, как 0,44% проверенных от населения страны, лишь 14% от этого числа имеют иммунитет к коронавирусу. Это 91 146 миллионной стране. Тем не менее, страна возвращается к привычной жизни. Ну вот мне пришли результаты тестирования. Коронавирус у меня не обнаружен. Но и антитела у меня тоже не обнаружены. Наверное, я попадаю в большинство. Как сообщила сегодня Анастасия Ракова, это зам мэра Москвы, антитела есть у 17% москвичей. В Таджикистане на границе с Узбекистаном застряли граждане России. Всего около 60 человек. Они не могут уехать домой из-за коронавируса. Границы закрыты, сообщает агентство Азия+. Всего на пограничном посту Уйбек скопилось до полутысячи человек. Часть из них таджикистанцы, которые получили российское гражданство и приехали в Таджикистан. Все они ждут возобновления наземного сообщения. Негде жить и нет денег на самолет. Они надеются, что им откроет зеленый коридор. В Генконсульстве России в Худжанде в курсе сложившейся ситуации. По словам дипломатов, посольство помогает людям по мере возможности, но пока границы закрыты, люди выехать не смогут. В посольстве России отметили, что прорабатывают с властьями Таджикистана и транзитными государственными вопросами наземного вывоза российских граждан. Смотрите далее в нашей программе. Кыргызстанский Минкульт хочет продлить лицензию на вещание двум российским телеканалам. Первому и России РТР. К тому же им планируют разрешить собирать местную рекламу, что может погубить местный телерынок. Двину и долю средств забирают именно производство контента. Другие телеканалы, не затрачивая ни копейки на производство контента на госязыке и местного контента, будут зарабатывать на нашем рынке. Парламент Кыргызстана утвердил новый кабинет министров. Премьер-министром, как было объявлено ранее, станет Кубатбек Буронов. Теперь необходима лишь подпись президента Суромба и Джеймбекова. До этого Буронов занимал пост первого вице-премьера, еще раньше был министром чрезвычайных ситуаций. Этот состав правительства называют техническим. Ему придется поработать более трех месяцев до парламентских выборов. Затем депутаты выберут новое правительство. Еще раз отмечу, наша главная цель в эти короткие сроки поставить на ноги экономику страны. Нам нужно выходить из посткризисной ситуации. Мы все прекрасно понимаем, много времени у нас нет. В целом состав правительства практически не изменился, лишь поменялся глава Государственного комитета информационных технологий. Предыдущий премьер-министр Мухаммед Калай Аблагазиев подал в отставку 15 июня. Перед этим он взял отпуск в связи с тем, что ряд депутатов обвинили его в причастности к незаконной продаже радиочистосвязи. В своем обращении он заявил, что не имеет отношения к преступлениям. Мухаммед Калай Аблагазиев был 30-м по счету премьером Кыргызстана. Он проработал на этом посту более двух лет. Достаточно большой срок для главы Кабмина в Кыргызстане. Президента Кыргызстана просят спасти отечественное телевидение. Вещание многих местных телеканалов оказалось под угрозой. Двум крупнейшим российским телеканалам, которые являются лидерами по просмотрам на территории Кыргызстана, чиновники хотят позволить размещать у себя местную рекламу. В чем кроется опасность, узнавала Дарья Тимофеева. Рейтинги российского Первого канала и России РТР местному телевидению побить не удается. Первый и Россия в топе по просмотрам почти все 30 лет независимости Кыргызстана. Теперь в карманы иностранных телекомпаний может утечь и большая часть средств от рекламы на отечественном медиарынке. И на наш взгляд недопустимо, что, к примеру, иностранные телеканалы, которые не выполняют все нормы закона, к примеру, будут иметь право для того, чтобы, к примеру, размещать рекламу и полноценно работать на рынке. Поправки в закон о телевидении и радиовещании инициирует Министерство культуры и информации туризма. Чиновники предлагают не просто продлить вещание двух российских каналов в Кыргызстане до 2023 года, но и позволить им размещать местную рекламу. Это, по мнению властей, подтолкнет кыргызстанское национальное телевидение к развитию. Продление сроков вступления в силу пункта 1 части 2 статьи 32 действующего закона до 1 января 2023 года позволит отечественным каналам за четыре года усилить материально-техническую базу и кадровый потенциал с тем, чтобы начать конкурировать с контентом, производимым российскими телеканалами. При рассмотрении законопроекта министр культуры добавил, что больших изменений они не вносят. Если говорить о телевидении, то некоторые изменения в законе мы еще раз посмотрим, но до этого дня этот закон и эти статьи в нем были, работали, мы лишь меняем форму. При этом мнение медиа-сообщества чиновники решили не спрашивать. Наше предложение такое, чтобы на сегодняшний день наложить вето, или отказаться, или отозвать эти поправки закона телевидения и радиовещаний, которые планируются ввести, отозвать, собрать рабочую группу с участием представителей медиарынка, еще раз проанализировать всю ситуацию, как она может повлиять на отечественное телевидение, и вынести какое-то соломоновое правильное решение. Под угрозой разорения сегодня как минимум 30 местных телеканалов, те, кто пытается работать по закону, то есть не менее половины контента производить на государственном кыргызском языке. Другой обязательный для вещания критерий – половина программ должна быть создана в Кыргызстане. На два зарубежных телеканала эти правила не распространяются. Мы тратимся, производим контент. Основная больше львиную долю средств забирает именно производство контента, а другие телеканалы, не затрачивая ни копейки на производство контента, на госязыке и местного контента, будут зарабатывать на нашем рынке. И при этом, по сути, это каналы, которые имеют миллиардные обороты. То, что местное ТВ не выдержит конкуренции, признали и ряд депутатов. Коррективы вызвали много споров. Впрочем, ко второму голосованию противников изменений стало значительно меньше. Вопрос тесно связан с международной политикой. Россия – главный союзник Кыргызстана. Конечно, определенный геополитический фон есть, то есть никто не отрицает. Я думаю, что все же работа с депутатами со стороны правительства, со стороны определенных и шоунов власти, свое дело сделала. И поэтому голосование во втором чтении показало иные результаты, чем, например, в первом чтении. Дастан Бекешев также проголосовал против. Общественная телерадиокомпания ОТРК, его глава уходит в 2023 году. Он избран до 2023 года. И, соответственно, для того, чтобы у него были какие-то деньги, можно было хоть как-то отчитываться и было за что отчитываться, он предусмотрел именно этот срок. Хотя я считаю, если прям так нужно было в рамках перекрестного года России и Кыргызстана, то можно было предусмотреть этот год. Но еще нужно учитывать такой момент, что России на самом деле им этого и даже не нужно. Потому что за рекламу прибыль получает ОТРК. Парламент представителей национального телепроизводства обращались не раз. Теперь просят вмешаться президента. В ближайшие дни состоится третье голосование по поправкам. Те, кто выступает против них, отмечают. Они за обещание российских телеканалов, но без рекламы. Иначе уровень местного телеконтента упадет до критического. Дарья Тимофеева, Самата Лыжбаев, Настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. Местная администрация Якосарайского района Ташкента вынесла решение, согласно которым владелец одного из баров обязан демонтировать украшающее заведение баннер. На нем изображена девушка в гимнастическом треку во время спортивной растяжки. Чиновники узрели в этом изображении ненужное узбекскому обществу эротику. В район администрации изданию repost.u сообщили, что демонтировать баннер решили представители специальной комиссии по вопросам духовности при местной районной администрации. Там, в свою очередь, объяснили, что изображение не соответствует нравственным принципам страны. На этом основании чиновники потребовали не просто заклеить арт-рисунок, а содрать его со стены. Момент снятия баннера со стен смузи-бара был задокументирован. К сожалению, есть только одна фотография. Моральный облик – одна из любимых тем узбекских чиновников. В их выступлениях часто встречаются слова «нравственность», «духовность» или, наоборот, «безнравственность» и «бездуховность». Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного канала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Современная Индия родится на стыке цивилизаций, постоянно раздираемая между корнями и своим будущим. Одной ногой на каменистой почве, другой – в торговых центрах. Западная модель, направленная на материальный и технический прогресс, никогда не была единодушным выбором индийского народа. Это напряжение испытывают и фотографы, когда видят, как трансформируется их родной город. Прекрасно известно, что управление НКВД с 1935 года находилось именно в этом здании. И в этом же здании находилась внутренняя тюрьма. А когда мы начинали свои исследования, были живы люди, которые сами сидели в этой тюрьме. Мы хотят вычеркнуть вот эту страницу истории. Кому мы верим? Мы уже не знаем, кому мы верим. Эти таблички висели здесь.